Друзья, я нахожусь в Питере и по этому поводу есть интересная идея открыть новую рубрику в моих влогах. Это будет формат влога, но немножко другой. Это будут беседы с фрестайлерами на различные темы и первый выпуск данного рода откроет человек, который олицетворяет во многом этот город. Меня зовут Александр Турлаков, Турла. Сегодня мы обсудим такую интересную тему, горячую, актуальную, как супербол, чемпионат мира по футбольному фрестайлу, который прошел буквально вот пару дней назад. У Сани есть очень интересная история, к ней мы перейдем немножко позже. Твое мнение о нынешнем чемпионате, что ты вообще думаешь, как он прошел? Первое, на самом деле, что я увидел эту картинку с финала, это большая площадь в Чехии. На мой взгляд, Лукасо просто гениальный организатор, реально, но в Праге вывезти турнир на центральную площадь, это дорогого стоит. Это все-таки один из центральных таких центров туризма, туда многие ездят. Мне почему-то не нравится фристайл Эрленда, хотя пора бы признать все-таки, что он крутой. Мне не нравится его стиль, вообще его идея фристайла, что бесконечные переходы и так далее, но он очень крутой, он в этом... Это просто не для меня, вот, а так... Да, то есть мне не нравится сама идея его фристайла, бесконечных переходов, прыжков. И плюс я могу сказать, что на данный момент, вот сейчас, я не вижу, как это еще можно развить. Но мне кажется, еще полтора года вот он так будет развиваться сильно. Он побудет в тренде, а потом... Да, а дальше... Мне просто на самом деле кажется, что сейчас, да, там, как со всех, собственно говоря, победителей чемпионатов начнут брать, заимствовать и стиль, и вообще, и манеру, и... Вообще, на самом деле, не удивлюсь, если мы посмотрим на фристайлы через 2-3 года, и появится таких, как Эрландов, штук 5. Мы... Мы что обсуждаем? Мы не обсуждаем, а мы слушаем истории, связанные с определенными темами. Сегодня тема Супербола и... Горячая как раз. Горячая, хат. И так как Саня у нас, скажем так, да, не непосредственный участник, а человек, который на Суперболе побеждал и занимал неплохие места, да, у нас русские немного, кто, в принципе, да, это делал. Поэтому, мне кажется, это будет... Ну, в баттле-то вообще никто не делал. В баттле вообще никто не делал. Да, вообще никто не делал. Я все жду, жду каждый год. Вот, поэтому история от Сани Турлакова, связанная с Суперболом. Так, так будем? Так нормально будет? Ну, почему нет? А как? Ну, типа и сейчас начнется, да? Да? Ну, ты просто начни, интересно. Хорошо. Я начну издалека, но быстро. Да, давай. Ну, на тот момент я был в команде Питер ФФ, работал с Лёгко-Комиссаровым, постоянно пытался толкать какие-то там идеи, движухи. И, знаете, бывают такие моменты, когда вот срывается ЛП, и ты расстраиваешься очень сильно. Вот тебе звонят там, и она срывается, и ты думаешь, блин, жесть. И вот, чтобы ты понимал, у нас было, наверное, таких штук пять. Куда нас только не звали. Катар, какие-то другие страны, я уже не помню. И я уже на второй, на третий раз, я просто перестал расстраиваться. Я вообще перестал верить, что нас какой-то звонок вообще что-то изменит, и мы куда-то поедем. Потом внезапно снова позвонил Лёха, сказал, что есть возможность поехать в Прагу. Как всегда, заоблачные перспективы, что нам всё оплатят, что самолёт чуть ли не частный, там мы поедем со съёмочной группой зенитовской, вот, типа в преддверии чемпионата Европы. Ну, я, как всегда, с энтузиазмом сказал, да-да, там, круто. Но на самом деле, в глубине души я до сих пор думал, что, блин, это абсолютно, скорее всего, такая же история. И писал я ВКонтакте об этом, и Жене, по-моему, ну, писал, что, мне кажется, вряд ли. Ну, всё-таки я там продолжал верить, что это возможно вообще таким образом поехать. Я тогда готовился к артбулу очень усердно, это была моя главная цель на протяжении двух лет, наверное, может быть, трёх. Я хотел выиграть на национальный финал, и помимо того, что я тренировал фристайл, фристайл, аперы, ловеры, переходы всякие разные. Я постоянно работал над своими физическими данными, я постоянно бегал, качал пресс, приседал там. Ну, очень, короче, плотно занимался. Пошёл бегать вообще, как обычно, обычный день. До Рэдбула оставался примерно месяц отборочного в Питере. И вот уже я должен начать пробежку на такой небольшой горе у нас, недалеко от моего дома. Звонит Лёха Комитаров и говорит, что, ну, походу, всё будет. Вот, и спрашивает меня вообще, какие планы на чемпионат. Ну, я уже тогда абсолютно точно знал, что единственное, что меня устраивало бы, это попасть в топ-16. Ну, типа, попал в топ-16, всё, вообще у тебя всё удалось, хороший чемпионат. Вот, он меня начал спрашивать, что ещё там, разные вопросы. Снова там что-то спросил, а если вот максимум какой-нибудь план, я сказал, что я попаду в топ-16, а потом мне попадётся какая-нибудь тёмная лошадка турнира, и я смогу довольно-таки легко его пройти. В 1-8 я думал так, что если вот при самом удачном раскладе мне попадётся фристайлер такой относительно средний, на тот момент это типа, на тот момент это типа PVG. Но он тогда вот не был прям таким вот, как сейчас. И следом я думал, что мне попадётся супер топовый, который просто надропает, и таким образом я пройду в полуфинал, и дальше уже не важно, что будет, я просто возьму и займу четвёртое место. Вот. Ну и всё, и мы повесили с Лёхой трубку, и я побежал. Бегал я там, как обычно, километров 5, наверное, с плеером, вот. И тогда как раз заканчивалась подготовка именно функциональная, подходила к концу. Это была последняя пробежка. Всё, я закончил, выключил плеер, бегал постоянно, настраивался, думал. Даже на самом деле больше про РБ думал, честно. Больше к РБ готовился, потому что надо было пройти городской отбор, который был чуть ли не менее сложным, чем национальный финал в Питере. Не так просто выиграть. Выключил плеер, и всё. Дальше я не помню, что было, дальше я просто готовился. Ну и в итоге всё закрутилось так, что в итоге мы поехали. Мы приехали вообще раньше всех. Даже сначала тупо было, я первые дня вообще такой тухляк был. Непонятно было, что-то там какие-то непонятные фристайлеры, вообще никто никого не знал. Я как-то на трениях особо себя не проявлял, потому что не было должного задора. Я вот в этот момент чуть его не потерял на самом деле. Ну и потом началось. Всё там, все начали приезжать. Тогда это было так удивительно. Типа все фристайлеры в одном месте. Первый раз я такое встретил, что там все были. Николай, Скорая, вообще кто только можно. Вот. И вот когда вот эта вся движуха началась, я вообще сразу понял, что к чему тут. И у меня сразу настрой поднялся. Сразу мне захотелось трениться. Медленно начались отборы. В момент отборов ничего интересного не было вообще. Просто все тренились. Вот это там одна какая-нибудь 120 какая-то там. Одна 8-ая. Да, потом одна 64-ая, да. Это всё неинтересно было. Вот когда уже началась одна 32-ая, там уже баттлы такие были. То есть там прям борьба насыщенная. И значит, сейчас вот точно вспомнить бы, одну 32-ую я легко прошёл, а одна 16-ая это топ-32. Да, вот. И на той стадии у меня как раз возникли первые проблемы. Как было? Мне попался Алекс Мендоза из США, такой хилкроссы делает. Потом, и не помню кто мне, и ещё Тоник мне попался. Вот. Тогда его вообще тоже никто не знал. Он начал с шатфа, а он был на четвёртой позиции как самый слабый. Я удивился. Но в основном он больше ничего не показал. Ну и значит, стал известен Сёркл за день, до того, как он начнётся. И я понимал, что вот, цель она близка. Мне нужно пройти всего лишь Алекса Мендоза. Я баттлился со всеми русскими топовыми. С Толяном там в финале РФФК мы были. Где я, кстати, там Латмы вообще все... Я делал Латмы в комбо. Там все мимо просто. Вообще просто всё мимо. Все орут. Я сейчас смотрю, не дай бог, я так кто-нибудь посмотрел. И Мендоза начал меня, скажем так, демотивировать. А он постоянно весь день ко мне подходил, травил шутки разные. Типа, ты там... Типа, да я тебе сделаю. Ты там вылетишь. Типа, Россия ждёт. Там всё такое. Это было вообще в абсолютно шуточной форме, но тем не менее, это было так на грани. Это действительно выводило из себя, хотя я не давал виду, но морально это дало мне очень много сомнений. Я тогда понял, что с соперником вообще лучше не разговаривать перед баттлом. И, собственно говоря, на следующий день я тоже был настроен всё равно, как всегда. Мендоза продолжал делать то же самое абсолютно. И когда начался баттл, я понял, что я вообще не готов. И самочувствие не очень. Вот это вот просто дурацкое ощущение, когда самочувствие не очень. Ты понимаешь, что от тебя там что-то ждут. У меня просто, у меня очень сильно дрожали ноги. Прямо вот у меня в коленках, прям тряслись. И вот даже если посмотреть, я могу сказать честно, я не знаю, честно ли я прошёл. Мне кажется, что, возможно, я тогда прошёл благодаря тому, что пик моей популярности тогда, вот как раз на тот момент пришёлся. Вот, что единственного вообще приезжего фристайлера, ну, вот меня объявили там на сайте, что вот, мол, Таблаков едет наконец-то. И, ну, короче, плохо я выступил. Я посыпался явно. Я пробовал клиперахтат. Чё-то не получилось, по-моему, на Аперы забросить. Я как-то сел сразу по дебильному. Я вообще, я потерялся просто полностью. Вот я в баттлах считаю, самое важное, это вообще осознавать, что сейчас вообще происходит. Самообладание такое, вот понимание ситуации, что ты должен однозначно понимать, что ты сейчас будешь делать спокойно. И там такого не было вообще. То есть я даже не помню, как это всё происходило. Я вот не помню, как я смотрел на мяч, у меня вообще это, я только вот по видео могу смотреть, там вообще другой человек, мне кажется. Вот. Я прошёл, и всё. Я уже вот на тот момент был рад. Думаю, похрен, прошёл криво, но да ладно. С какого места? По-моему, я прошёл со второго. А, у меня ещё Холмберг был. Вот. У меня был Холмберг, который тогда его любили все довольно сильно. Ну да. Не, ну вот тогда он, он тогда, типа мог дойти до 1-4, до 1-8. Дальше я попал в группу смерти, так называемую, где был Зеган, Такура, который на тот момент был, вообще все фишки его казались новыми, но не как сейчас, всё заезженное. Тогда он был прямо на высоте Такура, Зеган и Миколай. И вот знаешь, в чём разница? Я тогда выходил на этот баттл с таким настроем, что мне нечего терять абсолютно. То есть я вообще все надежды своих друзей, там, родственников Лёхи относительно оправдал, в плане того, что всё, топ-16 и так далее. Там задача была просто попробовать сделать что-нибудь крутое, чтобы поорали, получить удовольствие. Собрались вообще все. Это был вечер, просто смотрели все. Это была такая, как играл там экзибит, атмосфера была просто нереально крутая. Очень классная Дак это всё сняла, мне нравится это видео. И я не знаю, у меня что-то всё так попёрло, я всё что не делал, всё орали. Вот. И моё удивление было такое, что вечером того дня я понял, я услышал результаты, что я прошёл следующую стадию. Всё, я вообще был как бы на... Ну тогда, на самом деле, в этот момент стало понятно, что сказка моя началась. Можно так сказать. И тем же вечером вывешивают в отеле новые группы, где мне попадаются уже Луки, Квартам и Скоро. Казалось бы, группа даже полегче, чем предыдущая. Я помню отчётливо, как мне Женя писала, что типа, слушай, да на самом деле ты можешь. Вот. И вот туда, реально, туда я уже выходил с целью, типа, ну я хотел выйти оттуда, реально. Я не знал, кого получится сместить, проходило только два человека. Я не знал, кого получится выбить, но вот я очень хотел именно... Уже настрой у меня такой был серьёзный. Я помню, как я с Эмелем пошёл есть худоги какие-то. И я что-то вообще времени рассчитал, я спустился вниз по трибунам. И я понял, что мой батл, он через две минуты вообще. То есть я вышел вообще неразмятым. Эмель говорит, будешь баттлиться со Скорой неразмятым, посмотрим, что ты покажешь. И главным моим преимуществом было то, что там в Сёркле, прикинь, по четыре человека, дали пять раундов. То есть очень долгий был. И у меня, ну по-моему, у меня вообще всё получалось. Там я что... Я там сделал сад в комбо, с шатом. У меня скатилось шеей так аккуратно, случайно. Как будто я в ХТВшке продолжил. И Ахматфу накрыл. В сетах классная тема. Ваперах. Ваперах я вообще тогда роллы делал, все орали. Достаточно было. То есть там... Я, по-моему, сделал там восемь роллов, там кричали. У-ху! Да. Вот. И всё. Я понял, что я отбетлил вообще классно. Я понял, что у меня есть шансы. Осталось только то, чтобы судьи это оценили. Немаловажное преимущество было, что у Дэниеля Розенбума я был вообще любимый фристайлер. Я не знал этого. Я и олейник у него. Ну, по крайней мере, тогда было так. Вот. Сейчас он, наверное, своё мнение поменял. Но... Кто знает. Ну, кто знает, да. Ну, кто знает, да. И Сиан ещё. Ему очень нравились аперы. Он постоянно подходил, спрашивал, как это ещё всё сделать. Я помню, как я там сидел на пофиге и начали объявлять результаты. Объявили, что Квартам занял четвёртое место. На тот момент ничего удивительного в этом не было. И следом последовала фраза от Лукаса, что третье место занял Луки. Я на тот момент даже не понял, что для него чемпионат закончен. И дальше... Ну, так, привлекли внимание. Сказали что-то там, attention, я не помню. Сказали, что второе место занимает Павел Скура. Я даже не помню, как потом объявили, что я первое занял. На меня там все набросились. И я помню, что когда... Очень хорошо, что со мной рядом стояла Мелли Жура. Что когда сказали третье место, Луки занял. И говорят, and second place. И Мелли такой говорит, ой-ой-ой, что сейчас будет. И я прямо понимаю, что вот оно. И тогда всё. Но Скура занял второе место. И на самом деле, на момент 2012 года, я бы не сказал, что я там прямо тренился по его видео. Но на тот момент он по-прежнему для многих, даже в России, был иконой такого ловерского фристайла. Я считаю, что сейчас он с каждым годом всё больше и больше теряет в себе позиции. Но тогда... Я могу сказать, мне повезло, что я его выиграл тогда. Но я считаю, что на тот момент это был по-прежнему настоящий Скура. Я бы сейчас он для меня супер большого интереса не представлял бы, наверное. Вот. Ну, конечно, я, наверное, преувеличиваю. Но в сравнении с тем, какой он тогда был, это было очень важно. Таким образом, Луки остался за бортом. А вот я и Скоро начали двигаться дальше. И мне попался Токура. И я тогда самодедом был. Вообще тогда украинцы хорошо поддерживали меня. И я помню, что это было уже где-то на шестой час тренировки, наверное. Единственная надежда у меня была на то, что Токура уже всю Прагу показывал просто одно и то же. И уже вообще орать с него перестали. И я надеялся, что, ну, там, про себя, что он не супер хороший баттл у него выдастся. Так и вышло. Он, по-моему, вообще недооценил ситуацию. Дропал. Особого впечатления не произвел. А у меня как-то получилось пройти. И выступил я хорошо. Единственное, что меня бесит, что там был трек «Барбара Стрейзен». Один из самых важнейших баттлов в моей жизни. Под такой трек. Да, под такой трек. Очень хорошо помню, как судейское решение принималось. Но именно вот после баттла я могу сказать, что я не понял прямо, что, как бы... Судьи проголосовали 5-0 в мою пользу. При этом предварительно я показал пальцами на Токура на всякий случай, что, мол, вот, мне кажется, он выиграл. Я не понял. Хотя потом, если баттл посмотреть, там понятно, что вроде все и по делу. Ну и уровень тогда, на самом деле, был не такой высокий, как все думали. Сейчас посмотреть, сейчас такое могут делать, на самом деле, в одной уже 16-й или 32-й на РФФК. Ну, похоже, по крайней мере. Вот. Я прошел Токуру, и я понял, что у меня есть еще целых два баттла. Это было одновременно и огорчением для меня, и большой радостью. Я помню, что стояли много русских ребят, и я тогда обрадовался, мол, блин, чуваки, четвертое место, оно же уже в кармане, по-любому. Арт сказал, типа, ну, Арт всегда на своей волне, он сказал, какой четвертый, типа, надо Прагу брать вообще, давай там. Ну, как-то, я не знаю, я почему-то отрек эту идею. Вот. И скиллов у меня не оставалось, и это уже, там, после шестичасовой трени у меня начинало болеть все, и шея уже болела очень сильно. Мне попался Эндрю, учитывая, что он тогда был вообще в отличной форме. Его тогда, кстати, не так хейтили, как сейчас. Ну, о нем просто мало кто знал. Я как-то, не знаю, ну, не то, чтобы там предварительно сдался, но мне казалось, что исход решен. Я вышел, у меня вообще ни хрена не двигалось. Единственный интересный момент, я вообще не понял, Эндрю показывает на меня пальцами, делает шатом, и дальше продолжает делать апперы. Ну, я так посмотрел, я сделал то же самое, только несколько раз круче. Я вообще не понял, зачем это нужно. Ну, да ладно. Проиграл я быстро и скоротечно. Ничего суперинтересного в этом батле не было, кроме вот этого момента. Эндрю в привычной форме прыгал, скакал и разносил, как он всех разносит. Так же и со мной было. Потом был Гюнтер. Этот батл, я могу сказать, уже за третье место я вообще уже не воспринимал. У меня все болело. Мне казалось, что я уже всем надоел. Ну, я уже там столько бетлился. И скиллы у меня заканчивались. И я уже вообще устал на тот момент очень сильно. Я проиграл точно так же. И я вообще не расстроился на тот момент. То есть, все, четвертое место. Казалось, вообще отличный результат. Потом был просто огненный финал. Я так орал. Я вообще, честно могу тебе сказать. Это было очень круто. Не знаю. Это был один из лучших финалов, по-моему. Если не лучший суперболовский. Все, закончилась Прага. Меня, естественно, меня все поздравляли. У меня было порядка 120 непрочитанных ВКонтакте. И вообще, как логичный конец этой истории. Через несколько недель был национальный финал РБ. Питерский я выиграл за несколько недель до Праги. Я начал в Питере готовиться снова. Я решил восстановить функционалку. Я снова пошел бегать. Ну, а какой в Праге плеер? Там же невозможно послушать музыку. Там все время и так играют. Да. Я взял плеер. Вставил наушники. Пошел абсолютно на то же место, которое я бегал. Я стартовал всегда вот с определенной позиции. И вот прямо с того места, где я закончил разговор с Лехой Комиссаровым на то, что, возможно, может быть, каким-то способом найти лазейку и попасть в топ-4. Я вставил наушники и побежал. И понял, что там играет тот же самый трек, на котором я закончил бегать. И это было одно из... Один из самых лучших моментов за все 10 лет фристайла. У меня 10 лет исполняется через 4 дня. Так что можете поздравить Сашу с этой знаменательной датой. Потому что 10 лет в России это... Это очень круто. У меня пока 9, через год будет 10. Но я тебя уже заранее поздравляю. Потому что ты до сих пор держишься в этой тусовке. И апперы у тебя такие же крутые. Для многих ты стал примером для подражания. Вот это все круто. Да, еще раз респект. Если вас заинтересовала данная рубрика, пишите в комментах, от кого бы вы хотели узнать еще истории. По возможности, да. Изначально, конечно, московские ребята. В дальнейшем, возможно, с каких-то других городов. Если получится выбраться туда, обязательно запишем с кем-нибудь другим. Всем хочу еще раз сказать спасибо. Подписывайтесь на канал. Вот здесь в описании. Подписывайтесь на канал Сани. На Инстаграм. На Инстаграм, на Ютуб. Все ссылки в описании к этому видео. И всем пока. Увидимся. До скорой встречи.